Всем привет, ребята! Вы на канале Маруся Инспейн, и сегодня с вами Саня, Маруся Инспейн и Мамуля из Италии. И сейчас мы идем на футбольный стадион, который называется Стадио Олимпико. Это стадион футбольного клуба Рома. Мы сейчас находимся в Риме. Это город, в котором находится этот клуб, если что. И мы сначала покажем вам этот стадион, потом мы будем искать мне шарф какого клуба? Милана. Тут его почти не найти, потому что здесь все дофига патриоты, и они любят только Эвкорому и Интер. А я люблю Милан, поэтому мы будем искать, а главное потом торговаться за шарф Милана, ребята! Всем привет! Сегодня мы покажем вам мамины навыки торговли. Мы будем у этих таджиков и афганистанцев с 15 евро сбивать цену до 10. Мама мне уже показала несколько тактик. Мы сначала подходили, спрашивали цену, потом отходили. Потом подходили и предлагали на 5 евро меньше. Нам отказывали, и мы отходили. Потом мама говорила, что они сами за нами пойдут, но что-то нифига не вышло. Мы отошли, и так мы шарфы и не купили. Поэтому сейчас мы будем искать новые точки, там где на нас не будут показывать пальцем, а говорить, о, смотрите, это те дебилы, которые торговались. Поэтому, ребята, увидимся в следующей части видео. Маша, переход. Вы что на меня смотрите, да? Очень шумно, да, Дось? А, они просто в футболке Рима. Ребята, только Милан, только Милан. У нас такая ситуация была, мы заходим в ресторан, в пиццерию, и нас просто сразу официант встречает. А тут официанты что-то без формы. Может, они вообще не официанты. Они, короче, подходят, он начинает мне говорить, Милан, Милан, спрашивают. Шевченко? Я тогда говорю, да. Но, ребята, если что, я за кого не видел, а? Опа. Говорят, легенда, легенда Милана. Все его тут знают. Я говорю, да, ребята, да. Этот ваш Рим. Перед вас тут выяснилась одна очень интересная вещь. Мы идем такие и думаем, что настолько много людей идут в футболках этой Ромы. Вообще непонятно. И тут до меня доперло, что мы как только приехали в Рим, я посмотрел, какие матчи есть. И тут вот это. Сегодня Рома играет против Динамо Киева. Через 10 минут матч. Так что, ребята, сегодня у нас оказывается новый эксперимент. Побьют ли нас возле стадиона Ромы, если мы придем в футболки Милана? Это очень интересно, ребята. Так что, возможно, вы последний раз слышите мой нормальный голос без выбитых зубов. Но ты в футболке Шевченко. Но я в футболке Шевченко, поэтому можно засчитать то, что я за Динамо Киев. Ну, что он там играл как-никак. Ну, составы такие... А, так в этом. В Роме сейчас в старте Довбик играет. Я вообще так-то за двоих. Но он чувак вообще на мотоцикле в футболке Барселоны. Так что я тут еще не самый отсталый, так скажем. Переход. Итак, ребята, социальный эксперимент продолжается. Все идут с шарфами, с футболками Ромы. Я как дебил. Не, я настаиваю. Надевай свою кофту сверху. Нет, ребята, мы идем до Талова. Все ради контента. Все ради подписчиков. Не-не-не, переодевайся, давай. Если что, я быстро ее на Машу накину. Я сам уберу. Не, я буду идти до Талова, мне не страшно. Ребята, очень похолодало на улице. Как бы неудобно было футболку снимать сверху, на кофту накидывать. Ну, ребят, детство за Рому. Сейчас Маша пивко возьмет и будем в баре смотреть. Так что, ребята. Смотри, класс какой. Вон в стадион, ребята, посмотрим, побьют ли нас. Вон везде гербы, вон можно увидеть. Чуваки идут с шарфами, с футболками. Слава богу, мы не успели еще купить мне шарф Милана. Так быстро, все. Вот это мы вышли. Случайно. Посмотри, сколько на мотоциклах приехали. Да. У Ромы, кстати, по статистике, очень крутые и очень жесткие ультрас. Поэтому хорошо, что на улице похолодало. Да. Случайно. Поверните ли его руч? Я надел в кофту, чтобы не было видно герба, чтобы меня не побили. Нет, ребят. За 5 евро купить футболку Рима, чтобы хотя бы нас приняли, посмотрели бы с музыкальными. Как мы собрались классно. Собирались позавчера на стадион, не получилось. Вчера собирались, тоже не получилось. Ребят, мы за Динамо Киев. Нафиг вашу роду. Динамо Киев до конца. У нас как бы... Вон, смотри, идет чувачок в спортивном костюмере. Бэтмена. Меня будут... Спайдер-мена. А вон идет чувак, у него вообще автограф на футболке Дибала. Наверное, он потрясал. Я боюсь. Мы уже близко. Вон, может, что... Нужно аккуратно снимать, чтобы нам этот фар только туда не засунули. А там будем всем телом за Рому. Да. Мама, мама, там собачки какие-то. Очень опасно. Посними, посними, посними. Не надо. Посними. Не надо. Не надо. Я хочу посмотреть, вон, как интересно. Маш, смотри, какой памятник с собачками. Смотри. А при чем он здесь, интересно? Она не похожа на собачки. А, да. А кто Романа ловите? Смотри, какой памятник. Так это собачка дохала. Кого они? Это, короче, от собаки Милана хавают пса Рома. Отвечаю. Идем ближе еще подойдем? Не надо, дождь вчера. У нас собака какает. У нее видно какашки. Итак, ребята. Бам. Вот такую красоту мы купили. Мы ее добивались кровью и потом. Потому что мы торговались как могли. В одном магазине на мой предложили за 15. Во втором за 25. В третьем за 20. Мы нашли, опять же, тот, который за 15. И мама сказала 13. Он такой... Ладно. Мы его взяли. Поэтому на этом наше приключение в Риме заканчивается. Увидимся в Турции. Продолжение следует... КОНЕЦ... Продолжение следует...